Привет! Думаю, если я скажу, что смартфон Xiaomi Mi A1 есть и, наверное, остается одним из самых успешных смартфонов производителя, со мной никто не будет спорить. И давайте-ка мы вспомним, как начиналась вся эта история. С самого начала компания Xiaomi выпустила Mi 5X для рынка Китая, и уже после она выкатила Mi A1 для рынка Индии с поддержкой Android One. Думаю, что в этот раз ситуация будет идентичная. Mi 6X, который сегодня анонсировали, в скором времени представят для рынка Индии под названием Mi A2. И приблизительно этим летом он уже доберется до прилавков магазинов в наших странах, ну и в Китае его также будут продавать. Давайте вместе ознакомимся с новинкой, и уже после этого я выскажу свою точку зрения касательно данного аппарата. Но перед этим хочу напомнить, что вчера стартовал розыгрыш смартфона OnePlus 6, который мы разыграем в прямом эфире в день презентации смартфона. Переходим по ссылке в описании и подаем заявку на участие. По дизайну смартфон недалеко ушел от Redmi Note 5. Но, как я уже говорил ранее, Xiaomi не собирается создавать конкуренцию внутри собственного модельного ряда, и некоторые приятные и неприятные изменения все же есть. Начну с хорошего. Аппарат стал цельнометаллическим, без пластиковых вставок на задней крышке. В этом плане от Mi A1 его отличают только модули камер, расположенные вертикально. Тут без комментариев. Как и предшественник, смартфон получил довольно тонкий корпус. Но за счет этого Mi 6X не может похвастаться емким аккумулятором. Всего 3010 мАч. Производитель попытался компенсировать этот момент поддержкой быстрой зарядки Quick Charge версия 3.0. Правда, на официальном сайте написаны параметры зарядки 5 Вольт 2 Ампера. Кхм, ну вы знаете, производителю виднее. Разумеется, это сарказм. Из неприятного, новинку лишили аудиоджека, при этом установили порт USB Type-C. Ну и дисплей девайс получил вытянутый с трендовым соотношением сторон и разрешением Full HD+. Собственно, все-таки я и говорил ранее, зачем создавать конкуренцию самим себе. Именно из-за этой модели Redmi Note 5 не получил Type-C порт. А Mi 6X, в свою очередь, не получил емкий аккумулятор и аудиоджек из-за Redmi Note 5. Просто производителю нужно, чтобы вы что-то выбирали среди их модельного ряда. Ладно, давайте посмотрим, что там по технической части. И тут новинка оправдала все самые яркие ожидания. В качестве сердца смартфон получил процессор Snapdragon 660 с поддержкой искусственного интеллекта. Имеется три версии, 4.64, 6.64 и 6.128. Ожидаемо, на китайскую версию Mi 6X будет установлен фирменный интерфейс MIUI. Пока что никакого чистого андроида. Больше всего акцент на презентации делали на камеры. На тыльной панели расположили два модуля от Sony. AMX 486 и AMX 376 с одинаковой светосилой F1.75. Удивительно, что второй модуль на 20 мегапикселей получил размер пикселя 2 микрометра. В теории смартфон должен неплохо фотографировать ночью. Хотя без оптической стабилизации, посмотрим в общем. Фронталка получила модуль на 20 мегапикселей, также с размером пикселя 2 микрометра. Очень интересно проверить эти камеры в деле. По бэндам для работы с 4G тут ничего нового. У китайской версии нет поддержки 20 бэнда, зато есть 3 и 7. Весь перечень у вас перед глазами. Функции NFC нет, разблокировка по лицу есть. Теперь самое интересное, сколько производитель просит за свою новинку. Официальные цены у вас перед глазами. Накидывайте долларов 40 и получите приблизительные цены на Алиэкспресс на старте продаж. Ну что же, самый главный момент я вам рассказал. И в целом думаю, что смартфон будет пользоваться спросом у покупателей. Да, тут не такой емкий аккумулятор, но согласитесь, его емкости 100% хватит на один цветовой день. Да, тут нет функции NFC и нет аудиоджека. Говорю сейчас непосредственно о функции NFC. Как я уже сказал ранее, зачем создавать конкуренцию внутри своего модельного ряда, если эти функции уготованы непосредственно для субфлагманов и флагманов. По-любому NFC получат Mi Note 4 и Mi 7, поэтому здесь ничего удивительного. Вот вспомните мои слова, когда производитель выпустит Mi A2 и увидите, как его будут сметать с полок магазинов. Лично я представленным смартфоном не восхищен, но остался им доволен и постараюсь его раздобыть в ближайшее время для теста. Ставьте палец вверх под этим видео, участвуйте в розыгрыше OnePlus 6, подписывайтесь на наш канал. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok